ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ АНАЛИТИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ ДОМ-Э ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТИНУЮ ДОМА ЭКОНОМИСТА ГДЕ ОБ ЭКОНОМИКЕ ЗНАЮТ ВСЁ АВТОР И ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММЫ ПРЕЗИДЕНТ ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВО РОССИИ СЕРГЕЙ ПОДРУНОВ ПРИГЛАШАЕТ К БЕСЕДЕ ИЗВЕСТНЫХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ЭКСПЕРТОВ ДОМ-Э ДРАСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ Я ПРИГЛАШАЮ ВАС СНОВА НА ПЕРЕДАЧА ДОМ-Э В ДОМ ЭКОНОМИСТА ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОСССИИ На самом деле, не совсем ДОМ ЭКОНОМИСТА Сегодня мы в гостях в Российской Академии наук Почему? Потому что здесь недавно завершил свою работу Московский Академический Экономический Форум И сегодня у нас в гостях президент Российской Академии наук Академик Российской Академии наук Александр Михайлович Сергеев Сопредседатель Московского Академического Экономического Форума Здравствуйте, уважаемый Александр Михайлович Здравствуйте, Сергей Митрич Александр Сергеев в 2017 году избран президентом Российской Академии наук Заместитель председателя Совета по науке и образованию при президенте Российской Федерации с 2017 года. С 2018 года является членом Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Является одним из ведущих российских специалистов в области лазерной физики, фемтосекундной оптики, физики плазмы и биофотоники. Лауреат государственной премии и премии правительства Российской Федерации. Имеет более 8 тысяч цитирований своих работ, опубликованных в научных журналах. Член Совета Российского фонда фундаментальных исследований представляет Россию в Международном комитете по сверхмощным лазерам ICUIL, являясь заместителем председателя этой организации. Также занимает должность члена Комиссии Международного союза теоретической и прикладной физики IUPAP по атомной, молекулярной и оптической физике. Александр Михайлович, прежде чем мы начнем разговор, давайте введем наших телезрителей в курс дела. Посмотрим небольшой сюжет о нашем форуме. Пандемия обострила экономические проблемы всех стран. Экономика России упала по итогам 2020 года на 3%. Это поставило вопрос о путях достижения национальных целей развития. Третий Московский академический экономический форум, организованный Вольным экономическим обществом России, Российской академией наук и Международным союзом экономистов, был посвящен теме «Глобальная трансформация современного общества» и национальные цели развития России. Мы с вами в каком-то смысле являемся архитекторами вот этой вот новой траектории экономического развития. Конечно, это будет зависеть от новых решений, которые принимаются в области экономики. А поскольку они новые, эти решения, конечно, здесь востребовано мнение профессионалов, целый широкий спектр мнений, из которых можно выбрать наиболее интересное. Чтобы увеличить темпы роста российской экономики, в первую очередь нужно поддержать социальную сферу и внутренний спрос. Потребление домашних хозяйств – это половина российского ВВП и главный потенциал роста. К такому выводу пришли эксперты МАЭФ. Наша модель – это должна быть модель развития внутреннего спроса. Это значит повышение уровня жизни в стране. Это значит высокие заработные платы по отношению к другим странам. Критически важная задача – это запуск внутреннего потребительского и инвестиционного спроса в интересах повышения жизненного уровня населения. Вопрос доходов населения и социальный блок – самая болевая точка, отмечали эксперты МАЭФ. Несмотря на все принятые меры, в 2024 году у нас реальные доходы населения будут на 27% ниже, чем в 2013. То есть мы получаем 11 лет, то есть по сути дела общий период спада или стагнации. И это означает, что взаимосвязь социального развития, социальная сфера экономики должна кардинально измениться. Если экономика не работает на благосостояние людей и большей части общества, такая экономика обречена. Она не конкурентоспособна. У нас у половины домашних хозяйств на продукты питания тратится более 40% доходов. А если мы туда добавляем обязательные платежи, то это более 50%. И понятно, что эти люди не могут ничего тратить на человеческий капитал. У них нет возможности оплачивать ни здравоохранение, ни образование, ни нормальный отдых. Нужно ставить вопрос не только о преодолении бедности, но и о создании устойчивой структуры общества, массового среднего класса, наращивать финансирование здравоохранения и фундаментальной науки, заключили эксперты МАЭФ. Московский академический и экономический форум состоялся в третий раз, объединив экспертов и ученых из регионов России и зарубежных стран. В этом году в течение недели работали 63 региональные площадки МАЭФ в 41 субъекте Российской Федерации. В форуме приняли участие 8,5 тысяч специалистов из 32 стран мира. С этого года архитектура форума расширяется. В рамках интеллектуальной площадки начнут работать ежегодные отраслевые и тематические форумы на территории всей страны. Форум будет иметь и практическое значение. В его итоговые аналитические материалы будут включены заключения экспертов и предложения о путях реализации национальных целей развития России, а также итоги работы международных экспертов, региональных площадок и центральных пленарных сессий. ДОМ Э. Александр Михайлович, наш форум завершил работу в конце мая. Он был организован Российской академией наук, Вольным экономическим обществом России и Международным союзом экономистов. Мы не случайно выбрали для форума тему, которая звучит так. Глобальная трансформация современного общества и национальные цели развития России. Почему эта тема важна? Сегодня мир переживает глобальную, действительно глобальную трансформацию развития. Мы переходим к новому технологическому укладу, к новому мирохозяйственному укладу. Это порождает очень серьезные пиферкации в обществе. Мы видим множество конфликтов на этой почве. Мы видим неопределенность развития. Естественно, возникает вопрос, как в этих условиях жить в нашей стране, жить в России. Именно поэтому сегодня этой задачи, определение стратегии развития России, уделяется такое серьезное внимание. Правительство над этим работает. Вот на сегодня я хотел бы наш разговор посвятить вот этой самой проблеме. Проблеме развития нашей российской экономики в условиях глобальной трансформации. Итак, вот охват нашего МАЭФа впечатляет. В его работе приняли участие эксперты и ученые из большинства регионов России и за рубежа. Это серьезные специалисты. И в итоге мы получили, в общем-то, такой фундированный анализ того, что сегодня происходит. И очень серьезные, глубоко продуманные, научные представления наших специалистов были даны по путям развития России, о том, каким образом ей развиваться дальше в этом мире. Что вы можете сказать по поводу экспертных итогов форума? На чем бы вы акцентировали свое внимание? Это третий форум. В прошлом году форум проходил в режиме онлайн. И, конечно, мы в этом году были очень довольны и счастливы, что, наконец, могли собраться вместе в зале, вернуться, или почти вернуться в прежний режим проведения вот этого мероприятия. И это добавляло такие определенные позитивные эмоции. Будем надеяться, что наш форум, который стал традиционным, впредь будет проводиться при полностью заполненном зале, в условиях активных дискуссий и обменом мнениями. Надо сказать, что разговор был очень серьезный. И он касался, прежде всего, конечно, анализа экономической ситуации в стране и в мире, которая сложилась по итогам этого ковидного года, или пандемии, которая, собственно, еще не ушла от нас. И, действительно, то, что мы констатировали, связано с тем, что ковидное время обострило некоторые проблемы нашей экономики, которые у нас есть. С другой стороны, предложило новые решения. А с третьей стороны, собственно, и катализировало какие-то процессы, которые, по-видимому, будут в дальнейшем развиваться. Ну, во-первых, надо сказать, что главным таким серьезным моментом, который обсуждался, был момент фактически отсутствия роста реальных доходов населения нашей страны в течение уже достаточно длительного периода времени, что, собственно, и было подчеркнуто и вот этим пандемийным временем. И, действительно, это серьезнейший момент, потому что экономика, которая не работает на благосостояние людей, это экономика, которая, естественно, нуждается в существенных коррективах. Какие это коррективы, что делать, это была основная такая тема наших обсуждений. Второй момент серьезный, на который многие обращали внимание, это проблема, которая у нас есть с стратегическим планированием. Действительно, у нас в стране декларируются стратегии. В стране очень часто эти стратегии не выполняются, а порой и забываются. И после этого предлагаются новые стратегии без анализа того, почему не получилось то, что было задумано. Вот это проблемы стратегического планирования сегодня обсуждались, в частности, в связи с тем, что в 2020 году закончился период реализации стратегии, которая шла у нас, по-моему, с 2008 года, а также и стратегии инновационного развития страны, которая была запущена в 2012 году. И по обеим этим стратегиям в 2020 году, конечно, результаты были далеко не достигнуты. Далеко не достигнуты. Проблема стратегического планирования очень серьезная, потому что мы знаем, что во многих других странах, мы можем привести пример Китая, где стратегии не только выполняются четко по срокам, но и перевыполняются. Это, конечно, вынуждает нас говорить о том, что мы должны наши стратегии делать более реальными, но главное все-таки не забывать о них вскоре после того, как они декларированы. Очень серьезный вопрос, который у нас обсуждался, это влияние нашей науки, науки и технологий на развитие экономики. К сожалению, мы здесь констатировали то, что это влияние очень недостаточно, но, с другой стороны, мы понимаем, что в 21 веке, в общем-то, основное соревнование идет не за владение территориями и какими-то месторождениями полезных ископаемых, а за обладание технологиями. В этом смысле, конечно, это большая проблема для нас. Ну и, констатировав, сделав такой анализ ситуации, еще раз могу сказать, что обостренный, конечно, вот этим пандемийным временем, мы обсуждали, с чем могут быть связаны надежды наши на то, что ситуация улучшится. И, пожалуй, большинство коллег говорили о том, что все-таки есть такие объективные законы экономического развития, когда сами крупные игроки рынка, компании, корпорации, у нас госкорпорации в том числе, они просто вынуждены прийти к науке, вынуждены прийти за новым знанием для того, чтобы его знать, вбросить его в виде продукта, потому что если они этого делать не будут, они перестанут быть конкурентными на мировом рынке. Ну и, наконец, конечно, и это на многих экономических форумах мы слышим, и на форуме на этом, ну что же, вот мы долгие годы предлагаем, советуем, рекомендуем нашей системе управления такое-такое решение, но они нас плохо слышат. С другой стороны, есть же и позитивный сдвиг, что начинают слышать лучше. Вот сейчас у нас вот эти фронтирные стратегии разрабатываются, мы видим, что в плане таком экономическом все-таки есть существенный разворот. Ведь, помните, мы с вами, и вы прежде всего, и Вольное экономическое общество говорили, ну, смотрите, ну почему же, почему же нам вот не распечатать эту кубышку фонда национального благосостояния, ну сколько можно ее держать, она не работает на страну. Но вот мы сейчас понимаем, что и, собственно, и президент об этом говорил в последнее время, что да, в своем послании к Федеральному собранию, что да, давайте все-таки мы те запасы, которые у нас есть, денежные, финансовые запасы, все-таки будем пускать в существенной степени для того, чтобы подпитывать экономику. Я надеюсь, что и два других предложения, которые Вольное экономическое общество и, собственно, многие экономисты, которые работают в академические учреждения, всегда говорили, что ну почему это нет. Это вопросы действительно более эффективного участия банковского капитала в развитии экономики. И очень важный вопрос о том, за счет чего запустить, двинуть вперед с хорошим темпом на нашу экономику, это поставить на первый план вопросы роста спроса населения, роста потребительского спроса. Не просто ждать, когда он появится, а выставить его вперед. Но я думаю, мы уже видим, что те предложения, которые формулировались и Вольным экономическим обществом, и на наших форумах, они постепенно все-таки прокладывают свою дорогу в органы управления, во власть. И, в общем-то, сейчас есть такие позитивные сдвиги. Александр Михайлович, в России необходимы качественные социальные изменения, которые позволят перейти к инновационной, социально-ориентированной экономике. Об этом говорили, в общем-то, эксперты на нашем форуме. Вот с чего начинать? Мне кажется, что здесь процесс уже пошел. У нас есть несколько инновационных экосистем, которые уже действуют в стране. Но это не глобальная инновационная система, это, я бы сказал, мини-инновационные экосистемы. Мы с вами прекрасно знаем Сколково, мы с вами знаем Национально-технологическую инициативу, есть и НТЦ «Долины», так называемые. Есть НОЦИ сейчас, научно-образовательный центр в рамках национального проекта «Наука». Но в целом такой системы нет. Если мы хотим глобально поставить задачу, как можно быстрее и в большем объеме новое знание у нас становилось в проявительной силе экономики, то такая система должна быть единой инновационной системой в стране. Понимание этого есть. Сейчас, как вы знаете, образована правительственная комиссия по науке и технологиям, которая как раз будет заниматься формированием вот такой вот системы. Отбором крупных проектов, координацией выполнения этих проектов сверху. Но если хотите, это некий аналог ГКНТ. Мы ведь долгие годы мечтали о том, что что-то у нас такое должно быть похожее. Но ГКНТ все-таки это продукт такой плановой экономики. И не очень он вписывается в рыночную экономику. Но наличие координирующего такого органа, который отвечает за инновации, надведомственного, всем сейчас стало, в общем, понятно, что такое должно быть. Это комиссия, правительственная под руководством Дмитрия Николаевича Чернышенко. Она в ближайшее время начнет работать. И мы тоже будем принимать активное участие в работе этой комиссии. Я думаю, что это вот важный сейчас такой институциональный элемент, который должен помочь нам двинуться вот по этому пути. Конечно, должны быть решены вопросы стимулирования бизнеса. Мы же не можем бизнесом командовать. Бизнесу можно предлагать какие-то условия, которые его заинтересуют, и он будет инвестировать. У нас в части информационных технологий есть уже пакет мер, который стимулирует наших айтишников оставаться здесь в стране, работать при меньших налогах. Система фрилансинга, которая тоже здесь работает. Вот это пример того, что у нас могут быть введены вот такие вот меры стимулирования. Но они, конечно, должны распространяться не только на эти технологии, но и на весь широкий спектр технологий, принципиально важных для нашего движения вперед. И, естественно, уже в условиях принятия этих мер стимулирования необходимо отбирать крупные, очень крупные проекты, запускать эти крупные проекты и следить за их выполнением. Вот такая вот миссия этой комиссии. Комиссия координирует эти ресурсы синхронно или адекватно во времени тратиться различными игроками. Потому что там должно быть частично государственное финансирование. Там должно быть, конечно, финансирование компаний. И там должны быть, я считаю, правильные условия, которые позволили бы иностранным инвесторам прийти и, так сказать, вложить тоже туда. Все это в целом должно координироваться с этой комиссией. То есть это установление правил, в соответствии с которыми захотят прийти и вложить деньги, какая-то подпитка государственными средствами. Особенно, когда нужно довести знание, доработать продукт до того, чтобы он в виде удобоваримом для инвесторов появился. Здесь, конечно, должны быть дополнительные государственные инвестиции в науку. В рамках МАЭФ мы, в общем-то, вновь обращались к проблематике развития науки и инноваций в России. Мы без этого не можем провести наше мероприятие. Это очень серьезный и важный вопрос. Эта задача критически важная для структурной трансформации российской экономики, которая остается преимущественно, тем не менее, несмотря на все усилия, сырьевой. Вот, Александр Михайлович, а что происходит в стране с фундаментальной наукой? Были ли достижения мирового уровня за прошедший год, например? Как нам не выпасть из глобальной исследовательской и технологической повестки мировой? Достижения заведомо были. И мы обычно суммируем эти достижения на отчетных собраниях в Академии наук. Это было в апреле месяце, когда мы давали отчет, и этот отчет сейчас формулирован и будет передан в наши ветви власти, об основных результатах фундаментальных исследований. Они есть во многих направлениях и в естественных науках, и в медицинских науках, и в сельскохозяйственных, и в гуманитарных науках. Я бы, может быть, не стал здесь останавливаться, потому что, ну, выделишь одно, обидятся другие. Конечно, чтобы быть востребованным компанией, быть востребованным рынком, нужно заниматься не только прикладными исследованиями. Фундаментальные науки – это база. Это база, и фундаментальные науки развиваются по своим собственным законам. Они не могут быть спроецированы исходно, если хотите, по приоритетам научно-технологического развития. Потому что, ну, как мы с вами какие-то достижения в математике сразу разложим по информационным технологиям, медицинским технологиям, сельскохозяйственным технологиям. Одно и то же достижение в математике фундаментальный может проецироваться на все. То есть фундаментальная наука, конечно, должна финансироваться особо. Это некий такой сакральный раздел в науках, и это государство должно понимать. Да, финансирования фундаментальных исследований у нас явно недостаточно. Это где-то на уровне 0,17-0,18% ВВП, существенно меньше в тех странах, с которыми мы хотим соревноваться. Уровень такой, ну, джентльменский, который принят в мире, что вот ты хорошо финансируешь фундаментальную науку, это где-то 0,4-0,5% ВВП. Есть такое понимание, но экономическая ситуация пока не позволяет это сделать. Хотя какой-то прогресс сейчас наметился в том, что фундаментальные исследования начинают финансироваться лучше. В связи с фундаментальным исследованием я бы очень хотел обратить внимание на следующее. Понимаете, когда мы говорим о технологиях, о внедрениях, интеллектуальной собственности, интересах компаний, корпораций, это понятно. Но когда речь идет о фундаментальной науке, эта наука, она интернациональна. И здесь для ее развития такая вот изоляция в рамках страны, в рамках университетской системы или академической системы, это категорически неправильно. Весь мир фундаментальную науку делает сообща. И здесь мы это должны понимать. Мы должны приветствовать взаимодействие наших ученых с зарубежными учеными, создавать условия, чтобы к нам приезжали зарубежные ученые, чтобы работали здесь, чтобы наши ездили туда. И только таким образом, только таким образом, собственно, и ковидный год показал, потому что когда мы констатируем, что да, наука в определенной степени спасла мир, в том смысле, что быстро предложила новые решения, так вот там важным компонентом было то, что знание было максимально открытым во всем мире. То есть, наоборот, страны договорились о том, что никаких препон к тому, чтобы как-то изолировать это знание, не было. Как только был расшифрован геном, коронавирусу сразу он был дан всем. Предложения по тест-системам тоже пришли, стали такими всеобщим знанием. Сведения о белках, из которых состоит коронавирус, как только были расшифрованы, сразу поступали в общее пользование. Международные журналы научные были исключительно лояльными в плане экспертизы и так далее. То есть, печатались очень быстро, и все это очень хорошо сработало. Вот этот вот пример мы обязательно должны помнить, когда мы говорим, что фундаментальные науки интернациональны. И мы ни в коем случае не должны ограничивать каким-то образом контакты в области фундаментальных исследований. Мне кажется, мы, в общем-то, не первый год говорим об этих проблемах. Тем не менее, как говорится, иногда хочется сказать по-крыловски, а ВОЗ и ныне там. К сожалению, мы отстаем. Мы отстаем в развитии, технологическом развитии, социальном развитии от многих стран. И это сегодня тоже констатировалось на форуме. А вот в тех условиях, которые сегодня переживает мировая цивилизация, переживает общественное развитие, переход к новому технологическому укладу, к новому верхозяйственному укладу, переход к новой индустриальной экономике следующего этапа, знание емкой экономики. Мы можем отстать очень далеко. Мы должны в этих условиях сформировать такую стратегию развития страны, которая позволила бы и те вещи, которые происходили, связанные с отставанием, как наверстать и нивелировать те проблемы, которые в этом плане уже у нас накопились. И в то же время мы должны продумать такую стратегию, которая позволила нам сделать, как говорит Академия Глазьев, рывок. Рывок в технологическом развитии, инновационном развитии, рывок в развитии нашей фундаментальной науки и рывок в социальном развитии. И мне кажется, что тот тезис, который прозвучал у нас в базовых докладах, что не должно быть человека для экономики, должна быть экономика для человека. Этот базис, этот базисный тезис, эта позиция должна быть главной стратегией развития России. Я благодарю вас за ваше участие в нашей передаче. Спасибо большое. Желаю успеха Академии наук и нашему научному сообществу. Уважаемые телезрители, я благодарю вас за ваше внимание. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok